Божье творение Он делал нас такими, какие мы сейчас вот здесь есть Такими, какие мы увидели себя с утра в зеркале Но зачем? Да ведь? Мы все знаем зачем Мы же все знаем место из Библии, где написано зачем Это послание к Ефесской церкви, 2 глава, 10 стих Там написано Ибо мы Его творение Согласились, да? Созданы во Христе Иисусе на добрые дела Которые Бог предназначил нам исполнять Кто-нибудь исполняет добрые дела? Ну, кто-то исполняет, да? Хорошо Кто-то еще сомневается, добрые они или дела Что такое добрые дела, да? Что такое добрые дела и какие из добрых дел Бог предназначил нам исполнять? Я сегодня, да, хочу вам нарисовать Меня очень вдохновила рассказ пастора Воскресения о игре Может быть, кто был, помнит, что он рассказывал такой пример У него был про игре, в которой нужно было двигаться по станциям, по кругляшкам И то, что, ну, мы как люди, как человеки, да? Мы очень хотим быстренько прибежать к финишу Быстренько попасть Ну, как бы, у меня есть маркер Все хорошо, спасибо Мы хотим оказаться вот на последнем кругляшке Я буду рисовать Вы можете тоже рисовать Если у вас есть на чем Вот последний кругляшок у меня будет А вот здесь первый кругляшок у меня будет И вот мы все понимаем, что Господь сотворил нас для того, чтобы Совершать добрые дела Добрые дела Непонятно, да? Как здесь оказаться? Вот отсюда А здесь наш старт Во-первых, какой это старт? Господь нам должен сказать, какие добрые дела, правильно? Какие он хочет, чтобы мы совершали добрые дела Я размышлял над этим И нашел в Библии замечательную притчу Которая рассказывает и показывает на самом деле Как нам оказаться вот в той финальной точке В добрых делах Как же нам их достичь и сделать это эффективно Как быть успешным в совершении добрых дел Которые Бог предназначил нам исполнять Эту притчу Я убежден, что здесь, на четверговом собрании Знают все Это притча о сеятеле Помните такое? Пришел сеятель сеять Что он сеет? Семя Семечко посеял Семечко посеял Сеятель Мы С вами Принимаем По крайней мере Получаем Эти семена Через что? Через Божье Слово Через Божие Откровения Через Через пастора Воскресения Получаем Получаем И Очень важно Чтобы Ну Мы действительно имели возможность Получать эти семена Божье Слово я напишу Божье Слово Но как же С Божьего Слова сразу в добрые дела Вот Перескочить Вот эта притча Она прям рисует Нам Несколько Этапов Действий К добрым делам Но Там не все так просто Там есть Тупики И вот О каждом этапе Сегодня Я хочу вам рассказать Да Еще один маркер У меня еще один есть Кто из вас Слышит Семя Божье Слово Получает Воскресение На собрании Получаем А кто-нибудь Получает его Когда читает Дома Библию Получает А как вы думаете Важно Не просто его услышать Но принять Правда ведь Я Задумался о том Что Последнее время Современное христианство Очень Популярно В том Чтобы Цитировать Библию Цитировать Божье Слово И Человек может сказать Я читаю Библию Регулярно Вконтакте Целый день Ленту новостей Кручу И там Везде Божье Слово Причем Оно Но оно ведь Не какое-то другое Оно Из той же самой Библии Оно Реальное Божье Слово Которое Имеет силу Очень Часто На день рождения Мы получаем Поздравления И Горячие верующие Обнимая тебя Говорят Божьим Словом Поздравляю тебя Божье Слово тебе В жизнь И Ты думаешь Хорошо Классно Ну Я читал Это Божье Слово Когда-то Да Я знаю его Я все понимаю И Тем самым Мне кажется Что Вот это Божье Слово Которое мы слышим В своей жизни Его Настолько много Что мы Перестаем Ценить его Мы перестаем Его Фокусироваться на нем Видеть Глубину Глубину И Вот Первый тупик Да Это То о чем Говорит эта притча О сеятеле Это Матфея 13 глава Первое семя упало И когда он сеял Четвертый стих Иное упало При дороге И налетели птицы И поклевали его То есть Семя падает Ну как бы На дорогу На поверхность Я назвал это Поверхностность Вот куда-то Вот сюда И Ты его не воспринимаешь Ты не пускаешь его дальше А когда ты Сидишь на собрании Ну я по крайней мере знаю Что Некоторые служители Они Не могут воспринять Божье Слово Глубоко Потому что У них Ну своего рода Рабочий день И они должны следить За многими вещами И у них в голове Стоят задачи Но очень важно Чтобы в твоей жизни Было это семя Ты должен Дать ему возможность Попасть в землю Не воспринимать его Поверхностно Не просто Слышать его Регулярно А дать Возможность ему Углубиться в тебя Для этого необходимо Сконцентрироваться На нем Необходимо сесть Отложить все свои дела Забыть про все свои дела Перестать о них Болеть Размышлять А углубиться В это Божье Слово И тогда Тогда это семя Оно реально может Оказаться в земле Оказаться в нашей земле Внутри нашего сердца Внутри нашего разума Дальше мы будем С ним работать Это еще не все Это семя Оно попадает В хорошую почву То есть мы Углубляемся Глубина Но Часто ли это Прямо Сразу глубина Я Вспомнил Молодежную конференцию Она кстати грядет Молодежь уже готовится Они шумят Во всех соцсетях Опять же У нас Ре 16 Уже новая цифра Ре не поменялось А мы двигаемся Дальше Молодежь снова приедет Она же снова тут будет шуметь Принимать определенные решения Они будут здесь Слышать очень вдохновляющее слово И отсюда они уедут С энтузиазмом Этот энтузиазм Он В наших сердцах появляется Появляется когда мы услышали Углубились в это слово Эту глубину я Еще назову Энтузиазм Но Зная Определение этого слова Мы понимаем с вами Что Это Ну Некое Временное явление Энтузиазм Когда Тебе Как говорится Дровишек подбросили И ты Полетел Побежал Ты что-то делаешь Делаешь на эмоциях Делаешь на Как бы на Вдохновении Иногда Молодые люди Увидев красивую девушку Наполняются энтузиазмом И начинают Бежать Взлетать Нести Дарить Цветы Но Скажем так Лет Через Цать Энтузиазм Вызвать Довольно Ну Сложнее Чем При первой Любви При первой Встрече При первых Романтических Свиданиях Так и здесь Божье слово Божье семя Оно Сначала Вызывает у нас Энтузиазм Там же Кстати Где-то в соцсетях Слышал такую Ну Поговорку Что Как много людей Пропадают Без вести Переходя от слов К делу Слышали Да Вот Энтузиазм Это слова пока То есть Ты принял решение У тебя был Определенный призыв Определенное Божье слово В твою жизнь Ты услышал Ты принял решение Сказал Да Классно Супер Это для меня Я побежал Я пошел Буду двигаться В этом направлении Но дальше Это еще Вот Далеко До добрых дел До плодов До результатов Тут Начинается Труд Кто посещал В школе Такое Такое Да Да Как это Такой учебный процесс Называющийся Труд Это слово Несет в себе Определенные Тяжести То есть Мы понимаем Что говоря Труд Это значит Что вот Уже не энтузиазм Это значит Что уже нужно Ну что-то Проделывать Определенные Усилия Над собой В первую очередь Для того Чтобы это Двигалось дальше И знаете Если Твое семя Не перешло Из стадии Энтузиазма В стадию Труд Оно Погибло Оно Погибло Уже не при дороге Оно Погибло На каменистой Почве Камни Прочитаем Что нам говорит Притча о сеятеле Про каменистую Почву Иное Упало На места Каменистые Где Немного Было Земли И Скоро Взошло Потому что Земля Была Неглубока Когда Же Взошло Солнце Увяло И как Не имело Корня Засохло Знаете То есть Семя Упало Оно Попало В землю Мы Его Услышали Мы Его Приняли И Более Того Оно Дало Рост И Оно Выросло Но Трудности Определенные Сложности Которые Нужно Преодолевать Нужно Совершать Усилия Над собой Заставлять Себя Что-то Делать Знаете Это То Этап Который Ну Сложнее Всего Наверное Преодолеть Потому что Дальше Проще Наверное И до Этого Довольно Легко На Энтузиазме Я Воскресенье Сидел Два Часа За Одним Столиком На Альфа Курсе И Я Совершал Труд Я Вкладывался Я Вкладывал Свои Силы Я Вкладывал Своё Время Я Общался С людьми Я Не мог Не Общаться Я Делал Это Намеренно Для Того Чтобы Достичь Достичь Определённых Результатов Кто Нибудь Когда Нибудь Участвовал В Однодневной Евангелизации Очень Много Людей А Много Сил Нужно Потратить Для Того Чтобы Провести Эту Евангелизацию Ну Я Не знаю Собрать Людей Сделать Флайеры Нужно Подготовиться Выехать Куда-то Приехать А как Много Людей После Этого Остаются Верующими Например В городе В котором Даже Нету Церкви Как Вы Думаете Я Думаю Что Немного Я Думаю Что Очень Немного А Усилий Это Требует И Вы Знаете Вот Это Пример Того Как Усилия Приведены Ну То Силы Приложены Но Время Время Не Пройдено Труд Совершался Короткое Время Труд Совершался Одноразово И Он Не Принес Результата Когда Ты Принимаешь Решение Трудиться Определенное Количество Времени Регулярно Тогда Оно Дает Тебе Возможность Двигаться Дальше Знаете Это Очень Легко Для меня Это Открылось Не так Давно Я Просто Хочу С вами Поделиться Это Очень Легко Совершать Этот Труд Если Ты Запланируешь На него Свое Время У нас У каждого Есть Время У нас У каждого Есть Определенный График Работа Это Учеба Это Может быть Какие-то Наши Занятия Может быть Это Встречи С друзьями Вот Если Ты В свой График Жизни Вставишь Труд Над Божьим Словом Или Над Той Сферой Которую Тебе Открыл Господь То Доброе Дело Которое Он Вложил В тебя Может Быть Тебе Необходимо Потрудиться Над Своей Семьей Тебе Необходимо Вставить Это Время В График Своей Жизни Выделить Его Для Того Чтобы Трудиться Над Своей Семьей Для Того Чтобы Уделять Время Своей Семье Молиться За Нее Может Быть Это Какое То Служение Которое Господь Вложил В твое Сердце И Если Ты Не Уделяешь Ему Время Оно Не Будет Развиваться Если Ты Не Уделяешь Время Молитве Если Ты Не Уделяешь Время Людям С которым С которыми Тебе Приходится Служить Оно Не Будет Результативно Тебе Нужно Это Делать Тебе Нужно Выделять Это Время Отделять Его Для Того Чтобы Твой Труд Совершался Иногда Говорят Ну Я Как Я Могу Принять Решение Совершать Какой То Труд Господь Вкладывает В мое Сердце Желание Вести Людей Вдохновлять И Служить Им Но Я 17 Летний Подросток Который Вот Сейчас Здесь Стоял Что Я Могу Сделать Что Я Могу Сделать Для Того Чтобы Ты Можешь Взять Ты Можешь Взять И Сделать Первый Шаг Принять Решение Выделять Немного Времени На Служение Взять Двух Людей Домашнюю Группу Приходить К ним Один Раз В неделю Тратить Два Часа Своего Времени И Вкладывать В них Своё Знаете Спустя Какое-то Время Бог Может Доверить Тебе Больше Но Может Не доверить Но у Тебя Появится То Что Необходимо В следующей Стадии Это Опыт Опыт Мы Так Хотим Пробежать Вот эти Все Этапы Не Трудиться Не Приобретать Опыт Но Сразу Достичь Плодов И Результатов Мы Сразу Хотим Чтобы Воскресенье Полный Зал Истину Глаголим Но Знаете Господь Хочет Чтобы Мы Потрудились Не Просто Ради Труда А Для Того Чтобы Приобрести Определенный Опыт Но Притча о сеятеле Говорит Что есть Еще один Тупиковый Вариант Это Когда Мы Трудимся Только Для Того Чтобы Трудиться Вы Когда Нибудь Сталкивались С Таким Суета Это Когда Ты Не Понимаешь Зачем Ты Это Делаешь Это Когда Ты Приходишь На Работу И Ты Не Осознаешь Что Она Тебе Дает Зачем Она Тебе Знаете Осознать Что Твоя Работа Приносит Тебе Деньги И Все Это Тоже Осознание Это Тоже Понимание Ты Не Понимаешь Зачем Ты Возвращаешься Вечером Домой Что Тебя Там Ждет Ты Не Понимаешь Этого Ты Не Осознаешь Ты Это Делаешь По Инерции Потому Что Ну Так Надо Так Привык Ты Не Замечаешь Для Чего Ты В Воскресенье Приходишь На Собрание Ну Так Надо Так Задумано Так Мною Запланировано Не Знаю Я Привык Это Труд Ради Труда Если Ты Не Анализируешь Собственный Труд Если Ты Не Задаешь Сам Себе Вопросы Зачем Я Это Делаю Как Я Это Делаю С Какой Целью Я Это Делаю А Правильно Ли Я Это Делаю А Может Быть Мне Что То Нужно Изменить А Может Быть Мне Вообще Нужно Перестать Это Делать Может Быть Это Не Приносит Мне И Никому Другому Никакой Пользы А Многие Люди Они Просто Делают И Даже Божье Призвание Даже Божье Слово Божье Семя Оно Может Быть Вот Наравне То Да Господь Призвал Тебя Служить Но Для Тебя Это Вот Это Наравне С Это То же Самое Что Сходить В столовку Покушать В обед Вот Это Не Имеет Для Тебя Никакого Значения Плевелы Которые Вырастают Да То Мы Читаем В Этой же Притче Иной Упала В Терния И Выросла Терния И Заглушила Его Мы Не Осознаем Что Из Наших Дел Из Нашей Повседневной Жизни Является Божьим Семенем И Божьим Призванием Мы Не Ставим Приоритеты Что Для Нас Важнее Мы Все Превращается В Сплошную Ровную Суету И Тогда Это Вот Здесь Остается Оно Не Переходит Сюда Но Если Ты Проанализировал И Понял Что Все Супер Мое Сердце Попало Семя Я Не Сидел В Телефоне На Собрании Аллилуйя Я Не Просто Получил Энтузиазм Я Принял Решение Прийти Домой Открыть План Чтения Библии И до Конца Года Чтобы У меня Там Были Все Галочки Я Знаете Я Понял Что Когда Заканчивается Старый План Нужно Покупать Новый Потому Что Если Тебе Некуда Ставить Галочку Ты Начинаешь Забывать Читать Библию И Это Плохо Это Труд Это Труд Который Необходимо Нам Совершать Если Ты Анализируешь Свой Труд Если Ты Понимаешь Что Ты Все Делаешь Правильно Что У Тебя Есть Определенный Опыт Осознание И Отношение К Своим Собственным Поступкам Тогда И Только Тогда Ты Можешь Делиться Своими Поступками Своими Делами Своей Жизнью Ты Можешь Делиться Ей На собственном Опыте Благодаря Своему Труду И Доносить До Людей То Семя Которое Он Вложил В Твое Сердце Доносить Приносить Результат Знаете Там Не просто Плод Там Написано Очень Интересно Что Семя Попавшее На Добрую Почву Преодолев Все Эти Этапы Приносит Плод Свой В Тридцать Шестьдесят И сто Крат А у Кого В Тридцать У Кого В Шестьдесят У Кого В Сто Кто знает Ну вот Я Такой Ну все Наверное В Тридцать А если Ты Понимаешь Что Ты Приносишь Плод В Тридцать Крат Ну это Что значит То есть Тридцать Семян Из одного Семечки Тридцать Семян Хотелось Хотелось Тебе Чтобы Было В Шестьдесят Да Хотелось Бы И тут У нас Начинается Игра По второму Кругу Ты Пошел Снова Сюда И Говоришь Господь Ну классно Я одно Семя Взрастил Я Хочу Еще Я хочу Еще Больше Плода Принести Для Твоего Царства Я хочу Эффективнее Потрудиться Над тобой Над твоим Словом Может быть Сюда А может Быть Сюда Может Быть Ты Мало Потрудился Может Быть Вот Сюда Может Быть Ты Плохо Проанализировал Но Важно Понять Что Господь Он Желает Он Желает Чтобы Плоды Наши Они Не просто Были Но Они Возрастали Это Не Просто Достичь Определенной Цели Это Целый Процесс Это Целый Процесс Который Сам По Себе Несет Благословение И дает Тебе Возможность Общаться С Господом Анализировать Свою Жизнь Интересоваться Чем-то Новым Знаете Когда мы Заканчиваем Школу Или Институт Приходим Устраиваться На работу Нам Говорят Какой Опыт Работы Мы Говорим Без Опыта Нам Говорят Не Без Опыта Мы Не Берем Ну А Так Никто Не Берет А как Нам Устроиться На Работу Знаете Зато Если У тебя Есть Опыт Тебя Берут Они Понимают Что Ты Где-то Уже Потрудился Ты Видел Ты Нюхал Как Говорится Пороху Да Но Это Не Просто Опыт Это Анализ Своих Действий Я Бы Очень Хотел Чтобы У нас Было Немножко По Другому Сначала Работа А Потом Институт Когда Ты Попробовал Что Такое Работать Когда Ты Столкнулся С Трудностью И Ты Понимаешь Мне Не Хватает Вот Этого Вот Этого Мне Нужно Выучиться Мне Нужно Стать Лучше Мне Нужно Измениться Мне Хочется Приносить В 60 А то И В 100 Крат Пойду Ко Я Улучшу Свой Труд Пойду Ко Я Поучусь Я Сделаю Что То Я Я Что То Изменю В Своей Жизни Для Того Чтобы Мои Плоды Они Стали Больше Они Стали Ценнее Они Стали Результативней Для Царства Божьего Знаете Вот Эта Схема Она Работает Как В Разных Сферах В Разных Сферах Нашей Жизни Конечно Она В первую Очередь Должна Работать Просто Обязана Работать В Наших Отношениях С Господом В Наших Взаимоотношениях С Богом Если Их Не Будет Если Мы Их Потеряем Мы Не Сможем Услышать То Слово Которое То Семя Которое Он Желает Нас Вложить То Призвание Которое Он Приготовил Для Нас Если Мы Не Будем Его Знать Не Будем Знать Его Голоса Мы Не Сможем Понять Что Нам Делать Какие Добрые Дела Он Желает От Нас Получать Какие Мы Должны Исполнять Безусловно Она Работает В Семье Она Работает В Семье Когда Ты Получаешь Божье Слово Когда Ты Понимаешь Что Этот Человек Тебе Очень Сильно Нравится И Ты Очень Хочешь Выйти За Него Замуж Или Жениться И Мало Тебе Энтузиазма Дорогой Тебе Придется Потом Прилагать Очень Много Труда Очень Много Труда Знаете Правда Я Не Верю В Принцев На Белом Коне Точнее Верю Но Они Не Прискакивают Они Вот Здесь Получаются Когда Ты Ему Купила Коня И И Покрасила Его В белый Цвет Вот Тогда Он Будет На Белом Коне Надо Трудиться Надо Трудиться Ну Придется По крайней Мере Кто К этому Не Готовится Тому Сложнее Эта Эта Схема Очень Хорошо Работает В твоем Служении Когда Господь Вкладывает В твою Жизнь Определенное Слово Господь Вкладывает В тебя Мечту Но Это Не Значит Что Завтра Ты Окажешься В Африке И будешь Проповедовать Тысячам Может быть Если У тебя Такая Мечта Это значит Что До Африки Может Могут Пройти Годы А может Десятилетия И И все Это Время Основное Это Сердце И И Тогда Господь Открывает Открывает Побуждает Чем-то Заниматься Заниматься Любимым Делом Мало Мало Энтузиазма Тут Точно Тут Очень Надо Много Труда Очень Много Труда Для того Чтобы Стать Специалистом В своей Области А знаете Что Сейчас Делают Специалисты Они Преподают Таким Новичкам У которых Нет Опыта Они Делятся Этим Опытом Они Зарабатывают Только Тем Что Они Делятся Своим Опытом Очень Много Специалистов Которые Прошли Весь Этот Путь И Сейчас Они Просто Им Делятся И Приносят В 30 60 И 100 Крат Знаете Я Очень Хочу Чтобы Люди Приходя Воскресенье На Собрание В четверг На собрание Сюда Не просто Слушали Слово Не просто Принимали Его И Даже Не просто Загорались Им Я очень Хочу Чтобы Каждый Кто здесь Сидит Он Достигал Вот этого Результата Он достигал Этого Результата Иначе Но оно Здесь Теряется Оно Не достигает Цели И Я Верю Что Каждая Проповедь Которая Звучит С этой Сцены Она Она Является Семенем Она Является Корректировкой Для кого-то Она Является Словом В Жизнь Я Я верю Я верю Что Господь Говорит И Может Говорить Каждому Через Стихи Священного Писания Когда ты Откладываешь Все в сторону Закрываешься Дома На кухне И Читаешь Или В машине Когда ты С утра Сел И Прогреваешь Торопиться Некуда Все равно Уже Опоздал Сидишь Читаешь Божье Слово Ну Только не Думай о том Что ты Опоздал Думай о том Что Господь Желает Сказать тебе Научись Углубляться В Божье Слово Научись Принимать Его Превращать Его В труд Анализировать Собственный Труд И получать Результат Делиться Этим Результатом Давайте Мы с вами Помолимся Дорогой Господь Мы Так Рады Что ты Призвал Нас На это Место Сегодня Мы Так Благодарны Тебе За то Что ты Нашел Каждого Из нас За то Что твоя Благодать И милость К нам Она Настолько Велика Что Мы можем Оказаться В этом Зале Не Совершив Ни Капельки Труда Мы Можем Принять Твою Благодать По милости И Быть Спасены Быть И верить Что Твое Царство Оно Открыто Для нас Но Господь Мы знаем Что Мы Твое Творение И Мы Знаем Что Ты Сотворил Нас Для Того Чтобы Мы Исполняли Твои Добрые Дела Ты Предназначил Эти Добрые Дела Для Нас Ты Открываешь Их Нам И Ты Вкладываешь Желания В наши Сердца Господь Помоги Нам Услышать Этот Голос Помоги Нам Иметь Уважение К Твоему Божьему Слову Фокусировать Свой Взгляд На нем И Слышать Тебя Слышать Тебя В молитве Слышать Тебя В слове Слышать Тебя Воскресение На собрании Господь Мы хотим Мы хотим Чтобы Эти слова Они звучали Для нас Господь Помоги Нам Не быть Каменистой Почвой Помоги Нам Не Тратить Много Сил И Не Получать Результата Помоги Нам Совершать Труд И Быть Готовыми К этому Труду Быть Готовыми К этим Усилиям Быть Готовым К тому Что Будет Тяжело Помоги Нам Даруй Нам Этих Сил Даруй Нам Уверенности Трудолюбия В том Что мы Приняли От Тебя В том Что мы Хотим Совершать Господь Мы Хотим Даже Если Это Будет Очень Долго Изо дня В день Мы Хотим Приносить Плоды Для Тебя Для нас Они Могут Быть Не Столь Заметными Но Господь Спустя Какое-то Время Этот Труд Он Превращается В наш Опыт Он Превратится В то Что Уже Совершено В то Что Уже Пройдено В то Что Мы Можем Оценить В то Что Мы Можем Подвергнуть Нашему Анализу Господь Мы Хотим Мы Хотим Анализировать Наши Дела Нашу Жизнь Мы Хотим Понимать Что Мы Делаем Не Так Совершаем Не Так В чем Мы Ошибаемся Да Мы Несовершенны Но Господь Мы Готовы Меняться Мы Хотим Меняться Мы Хотим Учиться Двигаться Дальше Не Стоять На Месте Боже Помоги Нам Анализировать Свою Жизнь Помоги Нам Не Просто Загонять Себя В этом Колесе В Беготне В Повседневных Делах Господь Останавливаться Смотреть На То Что Мы Совершаем И Понимать Да Да Господь Я Двигаюсь В Твоем Направлении Да Ты Ведешь Меня Да Боже Я вижу Уже Первые Плоды Господь Мы Так Хотим Их Увидеть Мы Так Хотим Быть Полезными На Этой Земле Тебе Мы Желаем Исполнить Эти Добрые Дела Которые Ты Предназначил Нам Исполнять Господь Господь Даже Если Кто-то Может Сказать Что Да Я Уже Совершил Добрые Дела Господь Не Дай Ему Этой Сытости Дай Ему Жажды Больше Дай Ему Ещё Больше Жажды Чтобы Это Желание Быть Ещё Больше Эффективным Для Твоего Царства Побуждало Вновь 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 Слышать Твой Голос Познавать Тебя Искать Твоего Лица И Трудиться Над Своей Жизнью Трудиться Над Своим Сердцем Трудиться Над Своей Семьёй Господь Помоги Нам Мы Желаем Достигать Достигать Вершин С Тобой Достигать Глубин С Тобой Великий Всемогущий Господь Спасибо Тебе Спасибо Тебе За то Что Ты Говоришь Помогаешь Нам Меняться Помогаешь Нам Расти Не Не Останавливаться На Достигнутом Тебе Спасибо за субтитры